История возвращения имен почти сотни героев, павших за освобождение Выборгской земли, началась вот с этой надписи, вырезанной на старой сосне – Барковский и ФНКВД. Далее звание и номер части неразборчиво. Ее обнаружили в лесу, неподалеку от поселка Свободное, в канун 70-летия начала Великой Отечественной войны местные жители. О находке сообщили в администрацию. Фотографию выложили в интернет на поисковом сайте с пометкой «Помогите выяснить судьбу». Тем временем, заметив, что на высотке есть и очертания холмиков, расположенных в определенном порядке, и прямоугольные ямы глубиной от полуметра до метра, вероятнее всего следы так называемых черных копателей, специалисты по воинскому учету предположили, что это не что иное, как неучтенное захоронение. «Мы обратились к поисковикам, которые должны были обследовать это место и составить соответствующие бумаги. Это акт обследования захоронения, отчеты соответствующие основания их и была составлена. Была составлена карточка, учетная карточка захоронения и по своему номеру 68. То есть это официально уже паспортизированное захоронение». Одновременно с этим был проведен ряд консультаций с сотрудниками Выборгского военкомата краеведами. По крупицам информация о захоронении начала собираться. К аналитической работе активно подключился руководитель проекта «Некрополь России» Александр Несмеянов. По базе Центрального архива Министерства обороны он установил, что ленинградец, старший политрук Иван Фортунатович Барковский, умер от ран 31 июля 41 года в госпитале 233 отдельного медсанбата 115-й стрелковой дивизии. Пограничники в этих местах первыми приняли бой с наступающими финскими войсками. В тот же день в местечке Кирову, ныне свободные, похоронили еще четверых. В архиве нашлась и книга погребения медсанбата. Шаг за шагом поисковикам и архивариусам удалось установить, что захоронение принадлежит именно полевому госпиталю. «Это редкий случай, когда после того, как поисковые отряды уже непосредственно на месте изучили ситуацию, когда мы видим захоронение, где большая братская могила, где подтверждено, что здесь похоронено 5 советских солдат, рядом дерево, где сохранилось имя одного из них. И как раз по документам боевых потерь совпало, что это в один день 5 человек погибли вместе с Барковским. То есть вот здесь редкий случай, когда несмотря на то, что прошло 70 лет, ну полностью доказано захоронение». Как отметил руководитель поисковой экспедиции Герман Сакс, в большинстве обозначенных сигнальными лентами провалов есть останки бойцов. Сто процентной уверенности нет лишь в 5-6 случаях из 45. Сегодня можно говорить, что 92 человека точно похоронены на этой высотке. Их имена уже обозначены на специальном стенде. 18 бойцов – жители Ленинграда и области. В планах местной администрации восстановить военное кладбище. Решение было принято, как только стало известно, что это воинское захоронение, еще до придания ему официального статуса и паспортизации. В администрации надеются на помощь руководителей каменногорских предприятий и людей, неравнодушных к истории своей страны. Наталья Березовская, Алексей Штыргун, медиагруппа «Наш город».